Друзья, всем привет! Сегодня начинается наше знакомство с Каппадокией. Повсюду здесь пещеры, вот в таких вот храмах люди раньше жили, и вообще очень много чего интересного здесь можно найти. Повсюду здесь отели, рестораны, некоторые рестораны с вот таким вот прекрасным видом, и вот там тоже всякие разные террасы есть. На достопримечательности, на местные. Как я вам уже вчера говорил, Каппадокия это не какой-то один большой город, а сеть городов, и здесь очень много всяких разных исторических достопримечательностей, античных достопримечательностей. Некоторые датируются даже 6 тысяч, 10 тысяч лет назад, и в основном они все выполнены вот в таких вот пещерах. Это вулканического происхождения вещество. Оно очень мягкое, то есть песок с глиной, что-то такое. То есть его и пилой можно пилить, и молоточком стучать, то есть это не камень. Вот, друзья, собственно, карта Каппадокии. Мы сейчас с вами находимся где-то вот здесь, в этой части. Вот Невсехир. Это провинция и город есть такой. То есть это полностью вся Невсехир. Полностью вся провинция и город здесь есть такой. И здесь около 200 городов подземных. Вот Деринкую, если я не ошибаюсь, это самый большой подземный город. Он, там у него около 8 уровней под землю. И он мог в себя вместить 20 тысяч жителей. И археологи говорят, что только на 10-15% он изучен. Его совершенно случайно нашли, вот буквально совсем недавно, где-то 50 лет назад. И, в общем, еще даже не изучили до конца. Еще здесь, как и во всех городах таких туристических, очень много всяких разных антиквариатов. Вот ключи они вот такие любят продавать. Что-то мне подсказывает, что это уже современные, возможно, даже всякие разные ручки, ключи. И просто они их здесь продают, типа старые. Ну, хотя, я думаю, что-то старое тоже, вот паяльную лампу тоже можно найти. Или вот корыца из дерева. Хотя, даже не знаю, с тех времен, наверное, они уже высохли бы, дерево. Что с деревом, наверное, потому что что-то случилось бы. Потому что дерево не любит, как попало, когда его хранят. Ему и прям идеальное нужно, чтобы среда была. Ну, атмосферненько так здесь, конечно. Вот так вот, собственно, друзья, выглядит эта крепость. Это крепость. Это крепость, которая, видимо, ослушала даже каким-то укреплением и в средние века тоже. Буши Сар-Колесе. Здесь продают сухофрукты, всякие ягодки сушеные. Все такое. Ну, цены, конечно же, будут гораздо выше, чем, допустим, на рынках или в каких-то обычных магазинах, может быть. Здесь есть Мигрос, как и по всей Турции. Потом Шок тоже, вот этот магазин. Коней они сюда притащили. А туда можно спуститься. Ну вот, друзья, я думаю, если вы туда зайдете, в эту крепость внутри, вы увидите, что там внутри. Все, в принципе, то же самое. И этот камень, он очень легкий. То есть это, когда извергался вулкан, он поднимал, видимо, какой-то песок. Тоже нагревал его. И из-за этого получились вот такие вот образования здесь. Прям туда можно в некоторые комнаты зайти, Даша. Вот. С вот этой стороны вы можете с обратной стороны замка зайти сюда. Призыв к намазу обеденный. Здесь кто-то живет. Какие-то, я имею в виду, какие-то животные. Ну и вот так это выглядело. Чья-то, видимо, комната или, может быть, квартира. Вот так была, вот с таким вот видом на Каппадокию. Субтитры сделал. opens up from up here is just speechless. I'm speechless. Thank you. 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 Здесь мы были сейчас. На этой крепости. Крепости или замок. Я даже не знаю как это назвать. Вообще стоит туда идти 120 лир платить или нет? Капец интересно. Мне понравилось так высоко-высоко и дешево идти. Все комнаты выходят. здесь все у них в этой скале выбито на самом деле туалеты и туристические лавки и обычные какие-то магазины они здесь все делают в скалах в этих поэтому а здесь прям можно туда зайти или даже можно прям туда заехать и точно так же пойти и пойти погулять точно так же все выбито в скале если найти место и прям за ночевать в машине и рано утром проснуться они где-то прям с рассветом в 5-6 утра начинают летать то конечно лучше лучше самый лучший вид будет наверное откуда-то из машины крепость это она была еще бронзовые век здесь существовало было построено очень много оливок винограда здесь растет вот ну и вообще в целом здесь очень красиво я думаю с какого-то вот такого места можно прям наслаждаться хорошо видами на воздушные шары ну их утром запускают вот здесь друзья верблюды мне же мало было верблюдов в казахстане поэтому я здесь их пришел разглядывать на здесь есть отель вот со спа с бассейнами всякие разные друзья здесь очень много мест вот таких вот куда можно заехать на своей машине здесь вот даже на легковушках люди как-то умудряются проехать и в принципе где-то вот здесь вот в таких местах прям можно идеально за ночевать я не знаю почему но мы сегодня спали вот в этой пещере и я прям просыпаться не хотел так классно вообще было спать я 12 часов проспал первый день за первый день нашего путешествия за 30 дней здесь костры тоже жгут готовят ужин ну наверное прям вот здесь можно припарковаться вот так задом встать за эти деревья и будет круто возможно даже мы так и поступим чтобы посмотреть на шары мы узнаем где здесь идеальная . где будут запускать эти шары и где лучше всего на них смотреть здесь конечно же очень много вот этих вот достопримечательностей античных и современных и вообще прям повсюду можно ехать 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 на каждом шагу останавливаться делать фотографии не перестаю удивляться здесь я вот чуть-чуть проеду буквально только я не знаю сколько сто двести метров и какая-то какое-то мое новое удивление опять здесь очень много вот этих вот точек смотровых где вы можете остановиться посмотреть и плюс ко всему здесь лаванда растет вот они посадили целое поле лаванды она еще у них спеет но уже уже скоро да это или лавандой или еще что-то но похоже на лаванду вот я когда ездил во франции там прям запах стоял повсюду этой лаванды и он такой классный наверно мой любимый запах вообще из всех очень люблю этот запах как будто бы в музее вообще приехали идет дорога а повсюду люди просто с телефонами ходят и снимают это все как одна город как одна какая-то большая достопримечательность удивительное конечно же место поэтому один два дня это очень мало для для этих всех мест чтобы здесь вот так вот покататься посмотреть и именно удовлетвориться насладиться вот этим всем конечно здесь очень много времени нужно потратить ресторанчики вот они любят вот эти машины и вот здесь фото тур можно заказать на 30 на час на 30 минут и на час на этих машинах старых американских многие люди приезжают на своих вот автобусах молдавия своих каких-то авто домах вот таких вот это тоже со швейцарии по моему приехали и у них там все закрыто они там спят живут вот прям в центре города но я думаю для ночлега лучше подобрать место где можно будет потом посмотреть на воздушные шары и где будет меньше людей вот этой суеты всей ну и соответственно пыли хотя наверное там тоже будет пыльно и более ветрено будет если где-то здесь остановиться здесь не так пыльно будет но здесь можно и в отеле остановиться шли одну из точек те баллоны взлетают как раз таки эти шары вот их привозят сюда видимо вот эти джипы на прицепах привозят или еще как-то и они здесь летают ну и соответственно вы здесь тоже можете покататься на квадроциклах но не знаю насколько это будет интересно потому что очень пыльно и просто как бы такие пространства по сути не знаю что здесь можно интересного найти у нас машина тут как квадроцикл может везде проехать вот для таких мест как раз таки и нужно фронт резина конечно на обычной простой легковой машине здесь делать нечего но так как у меня постоянно спрашивали зачем я купил фронт резину а езжу на ней по трассе я вот специально для вас здесь в каппадокии сейчас заеду на гору вот здесь есть такие ровненькие местечки на которых можно вот так вот в принципе встать и заночевать вот так вот собственно это все выглядит и джипы вот эти вот приезжают сюда здесь катают туристов здесь есть места где можно прям заехать на травке постоять остановиться поночевать и вроде как не сильно ветер здесь стоит вот эти вот ребята на квадроциклах они очень сильно поднимают пыль и соответственно когда вы будете кататься вы скорее всего будете кататься ехать за проводником и они то в таких вот масках защитных от пыли а вы будете всю эту пыль нюхать не знаю сомнительно удовольствие мне кажется во первых что вы здесь увидите во вторых очень пыльно все такие вот знаки во первых во вторых видно прям какая вот кусок вот этого холма этой горы горки такой возвышенности просто откололся здесь и здесь по сути я не знаю насколько вообще безопасно находиться вот так здесь выглядят значит отели ну да невероятное конечно место вот есть с балконами и вообще всякие разные всякие разные здесь места одно круче другого мы приехали в долину любви здесь вот такие вот штучки и говорят что очень красивые закаты здесь но мне кажется что вот то место где мы сейчас с вами были люди ездят на джипах там и закат и рассвет будет намного круче чем здесь здесь еще можно на завтрак приехать под деревьями вот так посидеть фотосессии по устраивать кстати может быть запуска это зависит от ветра если ветер будет дуть на сильнее 20 километров в час до запуска не будет никакого воздушных шаров и вот я не знаю я вот здесь хожу вот так брожу даже не знаю вот здесь вот вроде бы возле дороги такой съезд такая площадка а здесь огороды чьи-то виноградники причем они растут эти виноградники вот так в песке вот в этом грунте не знаю даже как они себе находят здесь питательные какие-то вещества может быть поливают конечно же но я думаю вот здесь вот прям классно можно было бы вот так встать если даже они где-то вот там взлетят то скорее всего они будут напали здесь просто какое-то невероятное количество этих городов и они просто на каждом шагу эти пещеры и города эти подземные в том числе вот там люди стоят а под ними как-то это все шатко вообще я не знаю я бы наверно не хотел там оказаться здесь в этой деревне оказывается жили люди и был камнепад но я так понимаю она просто само по себе под своим весом разрушилась и и буквально 20 лет назад это случилось а до этого там жили в этих пещерах круто все я больше в пещерах не буду спать he loves to be somewhere on top друзья вот здесь вот по этим координатам высота 1200 метров почти что можно прям круговой обзор себе устроить такая круговая план панорама вот эта дорога она идет туда дальше на трассу и там можно на трассу дальше выехать но она закрыта ведь и ввиду того что идет ремонт или еще что-то но я вижу повсюду 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 здесь очень много смотровых площадок я даже не знаю сколько их здесь десятков или сотен и везде везде повсюду вы можете найти себе место идеальное где можно остановиться и посмотреть но вот это одна из самых высоких точек если заехать с трассы то там тоже можно еще посмотреть еще выше ну в принципе плюс минус наверное одно и то же будет один и тот же вид на закат и на рассвет тоже примерно от знаково будет вот это вот туф вулканический он бывает разных цветов бывает розовый фиолетовый пурпурный такой черный даже бывает и из этого пуфа есть здание в россии москве в том числе можете загуглить очень интересно то есть видимо его привезли и как облицовку использовали дело близится к закату и я все думаю где бы найти место нам для ночлега сегодня потому что никто не знает будет ли завтра запуске воздушных шаров или нет и на самом деле здесь очень много точек вот такие привозят джип сафари делают с гристым вином и много откуда можно посмотреть и солнце здесь закат и вообще ну долина очень красивая конечно же и куда бы вы ни приехали везде здесь будет очень красиво и вот здесь вот можем видеть с вами как здесь есть бассейн вот это но правда он пустой конечно я думаю это из-за того что мало гостей сейчас мало туристов а здесь вообще как будто бы черншицкий каньон но очень красиво это такая красивая природа потому что здесь вот это вот порода и и вода даже может размывать и поэтому она вот как эти как песчаные домики на пляже здесь складывается впечатление что этот виноград просто как сорняк везде здесь растет повсюду потому что здесь и даже не только виноград вот такие вот тоже деревья а я по-моему нашел кое-что себе типа дров и и возможно мы даже здесь заночу им но единственный минус этого места здесь все классно единственный минус этого места что сюда может легковая машина заехать и что здесь короче говоря многие много желающих сюда приехать вот эта часть подсвечивается сейчас закатом и прям очень и очень красивая конечно же здесь территория а здесь вот прям наглядно видно как эту породу размывает вода и насколько она шаткая собственно у нас вот такой вот здесь быт скромный с видом на долину капотокии а в небе практически все звезды видно камеры это конечно же не передает вот стол наш у нас здесь пока небольшой беспорядок дрова здесь холодильник там будем спать вот так вот с видом с таким очаровательным так вот вот